Всем привет друзья, по итогам голосования в сообществе моего канала делаю видео о прокачке новичкам с помощью путевок. Перед тем как перейдем к базам где лучше всего можно прокачать опыт, хочу немного предотвратить вопросы где взять денег на эти самые путевки. А сделаю я это одним простым движением руки, добавив ссылку на плейлист с видеороликами о заработке в той же серии видео миллиард за 4 дня вы сможете найти для себя что-либо по душе. Ну а теперь переходим к основной части видео, как всегда спасибо всем за поставленный лайк и подписку на мой канал, всем приятного просмотра. Первая база это Патагонское озеро, путевка на данную базу стоит в среднем 70 миллионов за игровой день, вся рыба которую вы будете здесь ловить спиннинговая, вес удилища не должен быть большим, так как вылавливаемая рыба не будет превышать 70 килограммов. Лучшие локации безымянный залив и огненная скала. На этих локациях работают одни и те же блесны. На данной базе обитает много красной рыбы, дающей очень много опыта как для низких разрядов. Давайте разберем три основных рыбы, которые наверняка будут попадаться чаще всего. Чавыча южноамериканская, хорошо клюет с вечера до утра, но бывает попадается также и днем. Лучшие блесны для ее ловли это самодельная вращалка чайка и поморник большого размера. Колебалка рапана большая и самодельные воблеры хендмейт плак 3, 4 большого размера. На медленной проводке, но бывает поклевывает и на быстрой. Лосось южноамериканский и голец крестивомера предпочитают аналогичные чавыча блесны, но в случае с лососем он ловится активно круглые сутки. А голец крестивомера чаще утром, вечером и ночью. Можно выделить также сама суруби, который хорошо клюет ночью на безымянном заливе на желтую поролонку большого размера медленную проводку. Прилов вас тоже приятно удивит, имея в виду опыт, если не брать во внимание гольца арктического робала и озерную форель. Вся остальная патагонская рыба дает много опыта. Нужно также учитывать тот факт, что на самых мелких разрядах будет сложно поймать много крупной рыбы за короткое время. Не исключена поимка редких видов, таких как галет чукотский и дорада золотой, обитающий на обеих локациях. Вторая база Миссисипи. Прокачка на этой базе по большей мере осуществляется за счет сомика голубого. Лучшее время ловли этой рыбы ночь на локации старый форт. Основные работающие блесны, XTL 6 большой, 14 и черная поролонка большого размера на медленной проводке. Приловом идет много интересной рыбы, которая дает также очень много опыта, как для низких разрядов, например тот же сомик желтый. Здесь также приловом может попасться и редкий осетр белый. Опять-таки максимальные веса рыб небольшие, крупные снасти здесь будут ни к чему. Продолжение следует... Акадия фактически идентичная Патагонскому озеру база, отличается только видом рыб. На локации Орлиный остров выбираем понравившийся заброс, и на VIP Curl воблер 2003, 2008 и 2012 будет постоянно клевать всеразличная мелкая рыба с нечастыми поклевками более крупной, в виде уже знакомого гольца крестивомера и щуки маскинонга в основном. Можно ловить на три спиннинга и подтаскивать все три рыбы, после чего под алкоголь их доставать, или же таскать все подряд на одну удочку, используя алкоголь только на крупные поклевки, а две удочки закинуть на живца и ловить с плейкой сельд американскую, как вариант. Также есть редкая рыбка форель апачей. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Колебалку большого размера и таскаем блесну на понравившемся забросе, и вам постоянно будет попадаться пале американское, также лосось Кларка, который дает немалое количество опыта, если ехать сюда на самых низких уровнях. Думаю, как раз для таких игроков цена на эту путевку будет наиболее приемливой, но Чуклев данных рыб не особо активен, поэтому есть смысл половить тасманского рака на живца со дна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и все друзья, постарался как можно быстрее точнее пройтись по всем основным базам, где можно быстро прокачать несколько разрядов, но используя дорогие снасти. Не включил в видео также Кранотский залив или, например, побережье Чили, на которых тоже есть дорогостоящие, имея в виду опыт рыбки, но не стал, потому что сравнивая то же самое Патагонское озеро или Миссисипи с остальными базами, конечно же, вышеуказанные водоемы будут вне конкуренции по общему заработанному опыту в большинстве случаев. В это видео можно было бы вообще добавить только три базы, но вы, посмотрев мое видео, сможете сами решить, куда поехать. Пишите в комментариях, на какую тему сделать следующее видео. Всем спасибо за просмотр и поставленный лайк. Не забывайте подписываться на канал, прожав колокольчик, выбирая все уведомления. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok